Всем добрый день! В этом видео мы поговорим о первой перегонке и получении спирта с реца. Когда брага осветлилась, то она полностью готова к первому перегону. Если же брага не хочет осветляться, то вы можете использовать бентонит или белую глину для того, чтобы ее осветлить. После чего ничего не помешает вам слить брагу без осадка. Спирт-серец это еще не готовый продукт, он не предназначен для питье, поэтому его нужно перегнать и очистить от примесей, которые в нем содержатся. Первую перегонку необходимо делать в первую очередь для того, чтобы очистить спирт от остатка дрожжей, потому что при кипячении дрожжевые клетки будут распадаться, а во-вторых для того, чтобы увеличить крепость. Первая перегонка проводится на максимальной мощности, которую вы только можете себе позволить, но при условии, что она не будет превышать 7 киловатт, которые может перерабатывать холодильник самогонного аппарата люксталь 8М. Проводить сам процесс максимально быстро нужно для того, чтобы в спирт-серце было минимальное количество силушных масел и прочих примесей. То есть чем быстрее перегоним, тем чище будет спирт-серец. На куб устанавливается диоптер, совмещенный с узлом отбора. Чтобы перекрыть выход узла отбора, используйте перекрытый игольчатый кран. На узел отбора трубчатый разворот. К развороту с другой стороны на кламповое соединение крепим дефлегматор. Не забудьте надеть на дефлегматор крышку с носиком ТСА, а с него снять трубки, которые его заглушали при постановке на брожение. Подключите охлаждение. Трубки охлаждения на вход в нижнюю часть дефлегматора, на выход в верхнюю часть. Подключаем источник нагрева к сети. В нашем случае это будет ТЭН. Проверяем охлаждение на герметичность. Далее включаем воду для того, чтобы проходил процесс охлаждения. По идее можно дождаться 55-60 градусов в кубе и подать воду на охлаждение, но как по мне лучше это сделать сразу, чтобы постраховаться, мало ли, забудете. Проверяем наличие приемной емкости и опущенный в нее шланг спирта, по которому будет стекать спирт-царец. Ждем появления первых капель на выходе из дефлегматора. Все, теперь остается только дождаться конца перегонки. Мощность на первой перегонке никак не регулируется. Просто выставляете максимум и ждете результата. Холодильник самогонного аппарата Lextal 8M способен утилизировать до 7 киловатт подаваемой мощности в режиме первой перегонки. Периодически стоит проверять температуру выходящей воды из самогонного аппарата и температуру спирта-царца. Температура воды должна быть не более 50 градусов, температура спирта-царца не более 30. Если показатели недостаточные, то следует подать больше воды для достижения нужных показателей. Обычно первую перегонку заканчивают на показателе температуры в кубе 98-99 градусов по Цельсию и 5-10 градусов в струе. Сейчас речь идет о крепости. Крепость в струе можно отследить по попугаю, либо набрав сырец из носика в мерный цилиндр и измерив крепость с помощью спиртомера. Спирт-царец, получившийся на выходе, будет крепостью от 30 до 50 градусов в зависимости от спиртозности браги. Обращаю ваше внимание, сырец пить не нужно, он вреден, в нем много примесей и его следует перегонять в колонии, о чем мы и расскажем вам в следующем видео.